Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире Благовест Бурятии. Сегодня наш рассказ пойдет об одном историческом объекте города Улан-Удэ, а точнее памятник культуры и архитектуры регионального значения. В ночь на 26 января 1904 года, когда Порт-Артур весело и беззаботно праздновал именины адмиральши флота, японские корабли неожиданно атаковали наш флот, стоявший в Порт-Артуре, и разгорелась русско-японская война. Боенные действия развертывались в Китайской Манчжурии, граничащей с Российской Забайкальской областью, и таким образом город Верхнеудинск, будущий Улан-Удэ, оказался в ближайшем тылу от театра войны. В результате тихий провинциальный городок оказался как бы прифронтовым, переполнился всяким пришлым людям и жизнь резко вздорожала. В Верхнеудинске открылись четыре лазарета Красного Креста, российского и международного, к сожалению, не сохранившиеся до наших дней. Старшим врачом одним из них был доктор Дешин, хирург, впоследствии профессор. 5 сентября 1905 года война с Японией закончилась, и уже 1 января 1906 года доктор медицины на дворный советник Гервер направляет личному секретарю императрицы графу Ростовцеву просьбу ходатайствовать перед государами о закрытии лазарета как лечебного заведения военного времени и превращение его в лечебницу мирного времени. Высочайшее разрешение было получено, и город получил хорошо оснащенную по тем временам больницу. Но 27 декабря 1908 года деревянное здание лазарета подверглось пожару, вследствие чего возник вопрос о ликвидации учреждения как такового, что означало для жителей города потерю жизненно важного лечебного учреждения. В этой ситуации ведущую роль сыграл Илья Васильевич Орелович, председатель Верхнеудинского комитета Красного Креста. Благодаря его ходатайствам и обращениям в самые высокие инстанции, уже в 1909 году было построено капитальное двухэтажное здание лазарета комитета Красного Креста имени Ее Величества императрицы Александра Федоровны. Это официальное название. На тот момент общество Российского Красного Креста состояло под августейшим покровительством императрицы Александра Федоровны, она курировала строительство многих госпиталей, в том числе и Верхнеудинского. Возглавлял лазарет мобилизованный военный врач и лейгер, хирург. И он оставался таковым вплоть до 1914 года, когда с Краснокрестовским отрядом ушел на русскую германскую войну. Здание это существует и поныне. Являясь памятником культурного наследия, в нем находится городская детская больница по улице Мадагуева. Два года назад группа энтузиастов, в которую входили писатели, историки, краеведы, художник, решили начать работы по восстановлению исторического облика здания. Были проведены большие изыскательские работы. Как удалось выяснить, в нише, в центре фасада, размещалась икона, которая исчезла в конце 20-х, начале 30-х годов в известные годы боговорчества. Предполагалось, что фреска могла быть не уничтожена, а просто закрыта слоями штукатурки. Группой общественников были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Проведено исследование кладки стены. И в результате удалось выяснить, что иконы, к сожалению, там нет. Далее исследовательские работы велись по определению, какая же именно икона была изображена на фасаде. Встречались с историками, краеведами. И в итоге пришли к выводу, что в нише была размещена икона священномученицы Александры Римской, небесной пограбительницы и ее величества императрицы Александра Федоровны. Написать новую икону по сохранившимся фотографиям взялся иконописец Олег Шулепов в своей мастерской. Слушай, а мы не ошиблись. Это действительно Александра Римская? Да. Все варианты, которые все прошли, поэтому мы откидывали все, что именно, ну, излучали случайности, именно те образы, которые могут быть они или не они. Здесь именно венец. Очень самое главное, это вот венец был. Это императрица все-таки, да? И на картинке здесь есть тоже венец. Не у всех венцы. Есть иконы, которые, да, мученики там с крестом, еще что-то другое облачение. Мы можем как бы сомневаться в этом. А здесь было, по-моему, даже по венцам, что не каждый может, а Александра Римская, у ней был венец. А других нет. Не покровая икона точно? Ну, нет, 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 венец, конечно, нет. Богородичная, там совсем другая икона. Это было первое такое. Я-то, видишь, исходила из того, что поскольку она симметричная, я все-таки склонялась к тому, что вот здесь была, значит, скажем образом так, голова, а вот здесь вот покров. Первое впечатление, что белая, это именно покров, и она опускается. Но при компьютерной увеличении, ведь здесь фокус направлен именно сбоку. А я, когда компьютер сканировал на высокой частоте, так сказать, в пикселях, я увеличил и еще развернул эту икону. Потому что здесь она именно, видите, овал какой, он эллипсный. А когда начинаешь ее разворачивать именно в круг, вот такой круг, мы отчетливо там увидели. Мы увидели руку, мы увидели облачение сверху, увидели крест, рука, и я увидел там крест. Поэтому здесь, конечно, мы сложно фиксировать. Но когда при компьютерной чистке мы все эти шумы убрали, да еще развернул я ее икону, просто растянул ее. Ну, в программе там Корву или там в фотошопе можно. И мы увидели именно облачение. И оно белое. Сейчас мы делаем каменье. Это называется, вот этот этап называется раскрыть икону. Что значит раскрыть? Заложить цвета. Мы заложили цвета фон, заложили цвета облачения, венец, рука. Теперь наша задача именно называется именно дальше делать цвета. Цвета, движки, и пойдет уже объем, свет пойдет. Это пока еще только наброски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова В.Семкин Корректор А.Егорова В.Семкин Корректор А.Егорова Применение более водостойкие, влагостойкие и которые не меняют цвет при нашем солнце. И именно у солнца есть лучи, которые меняют минералы цвет. Здесь мы используем именно те краски, которые не будут меняться именно от солнечных лучей. Ну и температурные будут более стойкие. Краска для наружного применения все-таки она будет и водой, солнцем и снегом. Понятно. Как ты считаешь, на сколько лет хватит вот этой работы? Она может сто лет просто стоять. Может сто лет. Это все по промыслу. Поэтому я уповаю на Господа, что она будет стоять. Но опыт всегда показывает. Предыдущие работы, которые мои были, именно той технологией, которую я сейчас использую, добавление именно водостойких и влагостойких пигментов, минералов, именно на основе смолы. На основе смолы. Потому что есть краски акварельные, понятно, это вода. Есть на основе масла, которые тоже смываются. А это на основе именно красочных смол. И вот мы сделали в часовне, написали, где у нас торговые ряды часовни стоит, там икона Святой Троицы. Мы ее написали, но вот она лет 5-6, наверное, больше стоит. И она не под влиянием, у нее нет такого... Не подверженного. Не подверженного, да, крокелюрам, тресканья. Выставили глазки, губки, нос. Для того, чтобы мы... Как характер посмотреть. Как только мы облачение сделаем, мы будем переходить к личному письму. Почему? Потому что когда мы здесь, если элит напишем, и здесь что-то будем делать, если что-то, капелька бывает, но всегда есть такое искушение на руку. И потом готовый лик, что-то убирать, это надо будет полностью, все счищаем и все переписываем. Поэтому лик пишется уже в данный момент, пишется в конце. Когда уже красок нет, мы все это аккуратно, ничего не капает. И начинаем делать первое. Это, конечно, красным, красным делаем первый пробел, второй пробел, третий пробел, движки, и начинаем делать свет в иконе, в лике. Здесь света нет. Здесь, можно сказать, только санкиль. Санкиль для того, чтобы мы раскрыли икону, и все цвета, мы знаем, какие должны быть цвета. Ну и подбираем подтон. Видно было, что это золото, именно кусками положили, не краска. И золото мы ничем не будем покрывать. Потому что, когда мы троицу писали, я взял, покрыл и даже золото покрыл. А сейчас смотрю, там немножко золота, именно тонкий слой защитный, он уже стал уходить. Но золото остается. И там надо будет сделать маленькую реставрацию, троицу, почистить. Только не почистить, и все, и она еще стоит, не трескается. Поэтому я считаю, что технология не нарушена. С помощью будет стоять. Твой собственный ноу-хау или где-то позаимствовал? Все, что мы сейчас новое делаем, это забытое старое. Это, я, конечно, использую все, беру книги в старых источниках, то, что было наружное. Это есть реставратор, есть литературы очень много. Поэтому я только прочитал. Да, я где-то прочитал и применил это в своей работе. Самое главное, когда во Владимире, Ярославле золотили купола, самое главное, что они использовали, это все есть. Есть специальная книга по золотчикам, есть книга для наружных, стеновой росписи. И там все написано, кто что применял. И главное, это смолы, которые мы используем. Именно натуральных смол, допустим, дерево одного состава, там сафона, там бывает, очень много смол добавлением. Это итальянские смолы. Вот есть мордан, клеящиеся вещества, в которое золото клеится. И мы оттуда берем эти смолы. Наших новых технологий, которые именно все заменители, химия, более такие, ну, жизнь-то идет, и новые технологии появляются. А мы все-таки берем, как в старину, мы не изобретаем. Иконописец это что? Это же изограф, копировщик, который должен сохранить, не изменить старые традиции. Слушай, сколько тянет по весу вот этой тольбой? Ну, она не очень тяжелая. Мы просто... Сейчас я вот эти сделал, для того, чтобы она не появила ее, чтобы она держала свою форму. Потом мы привозим ее, при распортировке эти убираем. И здесь закрепим, здесь закрепим, здесь и там. И она стойкая. Мы использовали специально здесь проклейку сделал, сделал ткань, палоку, как должно быть. И защитил именно вот этими смолами. А с обратной стороны, ты посмотри, там у них этот МДФ, он ламинированный. Видишь? Ламинированный. Говорит о том, что он, влага, стойкий будет. И вода, если вода будет поступать отсюда, здесь она защищена, влага, и вода будет уходить, то там она защищена, именно чтобы оттуда не шло, именно, ну, вода, которая распаривает дерево. Здесь такого не случится. Ламинат он держит, это заводской ламинат, белый. И он уже не даст влаге туда проникнуть. Здесь все мы ткань закрыли и завощили. Еще будем делать воском защищать. Специальное покрытие восковое. Воск он тоже имеет, жукточильщик не пройдет, и вода не пройдет. Добавим, что средства на работу были изысканы через грант бурятского правительства. В настоящее время икона готова к установке, но хотелось бы восстановить исторический облик всего здания или хотя бы фасада, украшением которого и должна стать икона. КОНЕЦ Восстановление памятника культуры и архитектуры должно оказать содействие укреплению позиций православия в республике, повысить интерес к изучению истории родного края, истории возникновения госпиталей. А их в городе было немало и в годы Второй мировой войны, что в свою очередь окажет влияние на подрастающее поколение. А также появится еще одна достопримечательность на туристической карте города. Мы надеемся, что отыщутся средства или найдутся желающие помочь городу вернуть исторический облик одному из его памятников, и икона займет свое место. А сегодня наша передача подошла к концу, как всегда. Я желаю вам всем всего самого доброго и только благих вестей в вашей жизни. До встречи!